здравствуйте эзен как ночевали ну и слава богу с вами василич сегодня будем снимать покажу будем готовить вот такие вот купил я ну пару лепешек попробовать свое творение как я буду дальше усовершенствовать эти лепешки они имеют в общем эти лепешки свеженькие мягкие недубовые лепешки мягенькие видите потому что в упаковочке если вот так развернуть и полежать день-два будет сухой красивая лепешечка имеет углубление ну я хочу сказать это творение я хочу посвятить нашей подписчицы нашей подписчицы там по именам я бы так фамилии и что людо людмилка есть люда фамилия с фамилией есть просто люда она вовремя разруливает всю обстановку рассказывает где что как истину глаголит всегда не увеличивает как некоторые подписчицы гнобят вообще мне стиль и душа ее понравилась в общем я время смотрю сколько вложимся не вложимся вот и ей посвящаю взял я вот такую вот красивенькую своеобразную чашечку здесь уже накрошил я яйцо яйцо первой категории она маленькая почему-то но я четыре штучки взял накрошил пускай будет лучше лишним чем это самое не хватит ну с ориентиром теперь я вот нарезал зеленого лука также укропчику покрошил беру и сюда вот это я взял поглубже чтобы проще было мешать вот распределяем распределяю можете там свои приправы соль перец ложить возьму такой приправы лук яйцо не соленая маленько приправили не полностью маленько таким образом остальное все соленая беру и перемешиваю перемешиваю вот вот таким образом вот у нас яйцо смешивается вот можно также но у меня твердого сыра что-то я использовал уже хватился нету простые сырки не стал хотя и можно было добавить ну смотрите можете потереть сыру добавить сюда потом взял на большой на терке большая ячейка накрошил вот обалдеть колбаска она как сказать копченая такая вот с копченостью запах обалденный вот сюда высыпаю распределяю и перемешиваю перемешиваем ну хотел выразить я благодарность ей она появилась недавно подписалась не подписалась а тут читал я выборочно где чё могу если открыть и комментарий где прочитать мало-мальски читаю вхожу в курс игорь заняты ему отвечать некогда да и я не подарок тоже времени мало все езжу и изыскиваю смотрю все таки надо колеса вот вот продают в основном не ликвид двигателя нет то двигателя с коробкой нет то молодежи коробка то скоростя то две скорости включились и не выключаются и так далее сверху битые ну битые это ерунда это вот когда агрегаты сломаны проблематично если в крыло снять это когда было я к друзьям подъезжал узнавал тут там четыре гайки болта отвернуть крыло целиком снял полторы тысячи снять вообще ужас ну где то так мы с руками сделали бы где то что то это недолго не надо на СТО но в основном уже убитые в хлам а такую взять машину на ходу нет возможности вот я размешал размешал теперь теперь беру вот я делал сам там еще делал это самое есть майонез своего производства стал лучше все ну ничего страшного я это ложечкой ну хотя ложечка вот чистая вилочка есть а то будут опять отписки видите какая густая ну ложечку ну давайте вот так вот полторы ложечки к майонезу положим майонезу положим вот и будет у нас нормалек если их мало вон хоть банку можно высыпать ну сейчас во всяком случае я мало что такое жирное и хочется ей как говорят хочется колется и мамка не любит вот есть такое а я сам по себе так видите перемешиваем и смотрим что у нас как будет вот я начал писать это самое тут же отвечать в процессе вот например спасибо Людмиле она хоть помогает разрулить обстановку негативную с подписчиками а сейчас мода и отзывы я читал а чего подписываться зачем подписываться если и так можем посмотреть пошло и поехало но вы подпишитесь уже к одному месту или нет а зачем так ну и еще что я говорил что ни перед кем не буду оправдываться и унижаться и унижаться так что извините как шло так и будет буду прислушиваться где как исправляться где что Виктория подписываться вот я Людмила вот это вот вот ну там ни фамилии ни дальше инициалов ничего вот посвящаю я вот это вот сегодня ей таким образом ну я понял что она остается на канале с душой человек чистая душа вообще ну чувствует у Васильевича внутренне вот это вот все какой человек есть можно положиться на нее думаю ну посмотрим привет дяде Иване так же все нормально игнорируем это самое не смотрим на позитивы эти как там сплетни обливание грязи а что обливание хорошо так еще хочу сказать став 26 не балабудь моих подписчиков левыми каналами и не смей больше вести левую агитацию о других каналах ну советует вы переходите туда смотрите там девочка с мальчиком тот бухает ага ее унижает бьет бардак и все такое прочее я ну понял что с комментариев у меня это самое это самое правильно они такие негативные аж гнев поднимается и кашель так что не надо заниматься где-то что-то у нас есть можно уже и сказать что команда плохого ну есть плохого плохое но в основном нормально хорошо спасибо и за грязь как держать и вот есть Людмила Людмила Алюнина вот вот надо же подзадорить и она пишет Игорь кирпичи от соседа таскаешь но от соседа здесь весь свой материал это самое ну там разъяснения и Людмила давала просто вот Людмила что как разруливала вот Александра с художник поясняет Людмиле вот этой вот Люниной что где доказательство что от соседа кирпич спасибо что вы на Игоре на Игоревом стороне как говорится а то одни предъявы обоснули вот это вот Алюнина Алюнина ты видела стояла вот это вот что он именно это же воровство что мы не воруем у меня отец учил даже вот это вот до сих пор помню царство небесное его лежит гость идешь по дороге или где ушел или куда на производстве лежит гость даже гость лежит ржавый согнутый не поднимай так он лежит уже согнутый ржавый не ты положил не тебе поднимать не ты уронил или бросил тем более нельзя поднимать вот такое воспитание и здесь ну ладно время выходит можем продолжить я буду в промежутке говорить так вот сделали получился у нас вот так вот я думаю не надо майонезу больше связалась нормально хорошо теперь я беру быстренько вот против против маленько мы маленько 1 2 2 2 2 штучки у нас кисточку и размаживаю чтобы не прилипли наше творение не прилипло так вот делаем быстренько вот две штучки войдет как говорят не войдет мы запихаем вот так беру беру я одну штуку и вторую сразу откроем где-то так где-то так раз сюда тоже углубление видите имеется теперь это я масло забрал думал вот таким образом маленько мы с боков чтобы как говорится меньше подсыхало возьмем промажем лишнее не будет и потом промазать можно вот таком образом беру я и натираю Людмилка видишь как я стараюсь с любовью вот никто не делал так еще и для кого-то все для тебя там этот по рецептам это мой рецепт такой посоображал сижу даже вот сделал что тетрадку у меня я в тетрадку записываю потом пролистываю и смотрю чтобы не повториться понимаете ага вспоминаю сколько я же рассказывал объезжал в деревне и вспоминал бабушка моя как делала мать моя там деревне родственники кто как готовит это вот и сразу нету что кнопку нажал и в голове выдалась приходит тоже с вот так вот обмазали хорошо промажем и вкуснотень будет вкуснотень будет вкуснотень все 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 хорошо все отлично это нам не надо мы согнем уберем теперь 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 беру я ложку ложку и выкладываю наше творение вот 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 волну вот 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 примя весь готовый продукт что сырым что запеченным можно кушать вот берем вот так вот сюда тоже все для люди лишь бы улыбалась подписчица моя так ничего не жалко вот Людмилка можешь говорить знакомым друзьям о в в честь меня блюдо сделали вот и прикинь сотни тысяч людей кто не делал захочет сделать будут делать вот имя твое процветать будет так василичу ничего не жалко это жалко а я простой простой вот 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 вкусно хорошо будет как это Людмила не знаю я вкус твой но для тебя от василича Людмиле от василича василич с душой делает вот огонек в душе появился вот не будем внимания обращать где-то так ничего творения получилось а все теперь у меня есть вот такой вот открыл сырок вот сырок сырок да даже с лисичками что-то написано вот берем мы берем мне страшно рвать вот разрезать его извиняюсь сразу ну здесь надрез есть так я не знаю как его видите разорвался а разорвался нормально я хотел и разрезать его вот смотрите что-то пошло не так что-то пошло не так он сюда его и собачий По заводскому у меня не получается. У меня не получается, будем так по своему делать. Тут ещё один. Надо же так. А проще? Острый, острый, острый нож. Провёл и всё. Там я вот брал так, это самое я и подумал. Там берёшь просто она, серединный раз и разворачиваешь. И прокрываем мы сыром. Вот, затяжной полёт получился. Ну где-то так. Продолжаем разбираться с нашим сыром. Вот ты видишь, что? Что за производитель? Берём, прикрываем. Так вот. Обрезаем. Всё. Открываем. 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 Затишье перед бурей. Ну, разговорился, кто-то сглазил уже Васильича пожелания, доброту на кадр шлёт. Сейчас прорвёмся, а мы прорвёмся где-то так, а-а-а, сидит. Справиться не может, ну чё, сказал прорвёмся, значит прорвёмся. Вот, где-то так, в стране родной всё рождается. Вот, видите, красиво, хорошо. Вот, видите, лепёшка побольше и вот таким способом выходит. И так стоит оно. А это тоже стоит оно. А это тоже что-то? А что ты не хочешь? 2 или 1, или 1, или 1, или 2. Вот так прикрою. Так, так, так. Так, так, так. Так, развернем. Развернем. Так, режем. Вот так вот. Вот, видите, как хорошо, красиво, красиво. Теперь мы это все 160 градусов, ну, минут на 10-15, чтобы расставил сыр в духовку. И посмотрим, покажу вам, что получилось и как получилось. Ну, вот, Людмила, лепешка Людмилына. Видите, как красиво, хорошо растаяло у нас сыр. Ага, красивое блюдце взял. Ой, блюдце там. Ну, теперь я разрежу. Взял вилочку. В центр мы ложим и попробуем сейчас разрезать. Так, маленько развернем. Вот так вот. Так, маленько развернем. Нарежем. А запах. Ай, целиком бы взял и ел. А вот этот кусочек понравился мне. Вот вторая тоже, видите, как красиво, хорошо. Не прилипают, видите. Все остаются так же мягенькие. Мягенькие. Вот, видите. Пышечки. Ааааааа. Ай. Людмилка. Все. Вот видите, внутри. Почему бы и нет. Но я маленько раздвину. Раздвину, подожду, чтобы так сыра не было. Ну вот, разрезал, показал я, что нормально, хорошо, вкусно будет Василич дальше готовить. Так что записывайтесь на YouTube канал Бородатые рецепты Василича. Буду с радостью готовить, пишите рецепты, рецепты, ну и я свои буду мысли, творения показывать Вам. Пока-пока!